4 февраля ежегодно отмечается день борьбы с раком. В России традиционный лидер этого заболевания русский север. Как уберечь себя и своих близких от страшного диагноза узнаем прямо сейчас в программе актуальное интервью. Сегодня у нас в гостях врач-онкулок Нейской окружной больницы Яков Харитонов. Яков Николаевич, здравствуйте, рада видеть вас в студии. Добрый день, здравствуйте. Тема на самом деле больная, очень серьезная, актуальная для нашего округа. Почему все-таки так происходит, что люди севера более уязвимы перед болезнью? Начнем, наверное, с того, что день 4 февраля, как день борьбы с раком, этот день отмечается для того, чтобы обратить внимание людей на эту проблему. А эта проблема становится все более актуальной день это дня, потому что заболеваемость, к сожалению, раком и смертность, она во всем мире, не только в нашей стране, растет. Поэтому и вот эти все актуальные интервью, информация про рак в этот день, она наиболее характерна и наиболее остро стоит. Наиболее острая проблема стоит на севере именно с заболеваемостью раком, злокачественными образованиями, потому что здесь есть особенность все же погодные условия, особенность питания, особенность так называемый синдром полярного напряжения, вот, потому как мы живем на крайнем севере, вот, и особенность нехватки ультрафиолетового излучения, то есть короткое лето, длинная зима, темное время суток. То есть вот эти особенности, они, конечно же, влияют на течение заболеваний, распространённость заболеваний, но, к сожалению, у нас здесь более распространённые заболевания, если взять в совокупности, это заболевания желудочно-кишечного тракта. Хотя на первом месте, как и везде в России, с учётом того, что у нас в России, как и в других крупных странах, ведётся статистика медицинская, мы знаем, сколько у нас заболеваемость, в грубых, конечно, цифрах, но бывают и стандартизированные цифры, да, но, по крайней мере, мы должны знать в грубых цифрах, сколько идёт заболеваемость, вот, знаем, сколько смертность, от чего и прочих всех дел. На сегодняшний день, значит, как и везде в России, на первом месте тоже идёт заболевание, это заболевание рак лёгкого, рак лёгкого, это как бы бич всего, вот это, всей заболеваемости по онкологии, особенно у мужчин, вот, но растёт, в том числе и у женщин, это связано с курением, курением, вот. Второе, это идёт всё же в совокупности, это заболевание желудочно-кишечного тракта, связано с питанием. Мы в настоящее время, сами понимаете, и поднимается вопрос о еде, которую мы едим. Ну, там же смешная химия, правильно? Ну, конечно. То же самое и в сигаретах, получается, вот. Поэтому здесь, если взять в совокупности весь желудочно-кишечный тракт, то он состоит, по сути дела, у нас на втором месте. Третье место занимает у нас на Крайнем Севере это заболевание молочной железы у женщин, вот, заболевание женской половой сферы, мужской половой сферы, это рак предстательной железы, но там определённый возраст должен быть, вот. Ну и отдельные, небольшие нозологические единицы завершают весь этот список онкозаболеваний. По сравнению с прошлым годом, заболеваемость была 130 человек в прошлом году, по 2017 году, на 2018 год она увеличилась на 41 человек. То есть это те уже подтверждённые, поставленные на диспансерный учёт, диспансерный учёт по онкологии, он пожизненный, снимается только базалиома через 5 лет в случае отсутствия рецидива. То есть в этом году уже выявлено и поставлен на диспансерный учёт, то есть заболеваемость в, так скажем, в грубых цифрах, да, 171 человек. Из них трудоспособного возраста примерно 30%. То есть это люди трудоспособного возраста, молодые, да. А как удалось их выявить? То есть люди пришли, что-то их беспокоит или в рамках специализации? На сегодняшний день выявляемость злокачественных новообразований у нас в городе Наринмаре, она в основном сосредоточена в Нинецкой окружной больнице. Диагностическая база неплохая в этом плане. То есть мы здесь можем даже делать цитологию, гистологию, что не характерно для других даже ЦРБ Архангельской области. Они этот материал отправляют для верификации, забирают там, но верифицируют всё равно в городе Архангельске в центральной лаборатории онкодиспансера либо областной больницы. Мы же имеем такую возможность сделать это всё у нас в отделении патанатомии. Там есть гистолог, который эти вещи все делает. И сейчас, на сегодняшний день, согласно приказу, этот гистологический диагноз, а это верификация диагноза онкозаболевания, он ставится в течение 14 дней. То есть две недели нам даётся на постановку вот этого диагноза, чтобы как можно быстрее пациента подготовить ещё, пока у него делается гистологический анализ, на лечение в онкодиспансер либо НИИ Петрова, либо НИИ Блохина. Ну, то есть сейчас они немножко поменяли своё название. Научно-медицинские исследовательские центры, НМИЦ так называемые, да. Но АОКОТ, он так и остался, город Архангельск. А за счёт каких средств вы их туда отправляете? Мы отправляем за счёт средств, если это идёт архангельский онкологический диспансера, то это идёт ОМС, средство ОМС по полису. То есть там происходит стадирование опухоли, чёткое стадирование опухоли, проведение консилиума. В каждом индивидуальном случае назначается индивидуальное персонализированное лечение пациенту, потому что сейчас онкология, она не лечится просто так, что какой-то один метод лечения. Сейчас используется операция, гормонотерапия, химиотерапия, лучевая терапия в большинстве случаев, либо их идёт сочетание, то есть каких-то методов лечения. Может быть, значит, начало с химиотерапии, например, до операции, чтобы уменьшить опухоль, может быть химиотерапия, быть после операции, чтобы убрать и уничтожить метастазы, которые остались после удаления опухоли. Вот, длительная гормонотерапия. После удаления опухоли на операции забирается иммуногистохимия. Определяется не только гистологический тип опухоли, но и забирается иммуногистохимия. Иммуногистохимия, она определяет чувствительность опухоли на мутации. То есть опухоль мутирует. Это мутированная ткань, которая развивается и растёт очень быстро. Поэтому, чтобы определить, какой тип мутации, и есть он или нет, и в зависимости от этого уже назначается персонализированное лечение, так называемая таргетная терапия. Это тоже химиотерапия, но это уже единственный препарат, которому опухоль чувствительна, и этот препарат действует на опухоль. Он не даёт ей расти, не даёт ей размножаться, и убивает мелкие метастазы, которые она дала. Вот и всё. А люди к вам обращаются? Их что-то беспокоило, да? Люди в основном обращаются тех, кто, когда уже что-то есть, какая-то клиническая картина, клиника заболевания. То есть уже на более поздней стадии, да? Да, это уже, в общем-то, можно думать, здесь вторая, третья стадия, это чётко. Но если первая, вторая, она определяется и больше всего выявляется при диспансеризации, которые проходят и должны проходить все, да? А вот государство нам дало вот эту возможность проходить это в рамках ОМС по полису для пациентов бесплатно. Это раз в три года, да? Раз в три года, сейчас раз в два года рассматривается вопрос. Вопрос, да, потому что это же большой срок для рака. Потом идут профосмотры раз в год, осмотры перед работой, осмотры текущие, то есть в период рабочего года, особенно вредные профессии, они там где-то раз в полгода, раз в квартал смотрятся, да? Вот, потому что для чего это всё нужно? Это нужно для того, чтобы как можно больше выявить пациентов на ранней стадии заболевания. Вот, да, есть, конечно, какие-то опухоли растут в определённом возрасте, но на сегодняшний день опухоли сильно помолодели. Если раньше они наблюдались после 60-70 лет, то на сегодняшний день 50-60, а то и 40. То есть вот эти вещи, они немножко так. Так, существует ещё наследственная предрасположенность к раку, так называемая родственная раке. В чём она проявляется? Это в том, что онкоген содержится у данной вот семьи, и он передаётся по наследству. То есть если, например, папа, грубо говоря, и мама, у обоих есть два онкозаболевания, и эти гены, они передаются потихонечку. И нужно, если, например, в зависимости от родителей, в каком возрасте выявили опухоль, нужно её искать на 10-5 лет вперёд, чтобы захватить её. Вот, вот особенность какая. Вторая особенность в чём? Что это обычные профосмотры или обычные... Нужно само желание пациента, само желание пациента уделить себе время на сегодняшний день. Самая основная задача – это выявление онкозаболеваний на ранней стадии. Потому что в 95 случаях, да, когда идёт выздоровление. Да, если заболевание злокачественного образования выявлено в ранней стадии, первая, вторая, 95% – хороший прогноз. И существует в онкологии так называемая пятилетняя выживаемость. На сегодняшний день, с учётом проведения особенностей лечения, выявления в ранней стадии, радикального лечения, наблюдения, и при рецидивах снова лечения, назначении таргетной терапии, идёт уже речь о десятилетней выживаемости в онкологии. При выявлении, понятно, что в третьей-четвёртой стадии мы здесь говорим о палеотивном лечении. Симптоматической терапии и палеотивная химиотерапия. Она продлевает жизнь пациенту. То есть если раньше при постановке четвёртой стадии можно было сказать, что человек проживает до полугода и всё, то на сегодняшний день мы можем до трёх лет пациента этого лечить. То есть определённые виды препаратов существуют. Обеспеченность препаратами жителей Ненецкого округа, она вполне нормальная. То есть в этом плане мы делаем годовую заявку и выкупаем её поквартально, в зависимости от того, это стандартная схема химиотерапии, которая используется при тех или иных видах заболеваний. То есть мы смотрим, сколько у нас пациентов получают эту терапию. Дальше идёт закупка плюс ещё таргетной терапии. То есть, например, мы плюс 1-2 пациента в год всё равно выявляем к этим. Поэтому это идёт немножко с плюсом. Понятно, что если лечение персонализированное, а у пациентов у нас таких немного, 1-2, то они получают дорогостоящую таргетную терапию. Это тоже идёт, но там идёт, мы не можем переступить 44-й федеральный закон, закупки идут в течение двух месяцев. Поэтому бывают небольшие опоздания с лечением. Но это не опоздание с лечением. Мы оговариваем по телефону, либо через телемедицинскую консультацию с химиотерапевтом, либо ещё с каким-то доктором, который занимался этим пациентом, и назначаем первую линию химиотерапии. То есть пациент без лечения в любом случае не остаётся. Поэтому так. Почему люди поздно обращаются? Потому что рак в большинстве случаев проходит бессимптомно, Самые малые симптомы, так называемый синдром малых признаков, он протекает, по сути дела, может протекать под каким-то небольшим хроническим бронхитом. Любое хроническое заболевание, любое хроническое заболевание, это, в общем-то, идёт предраковое состояние. Любое хроническое заболевание. Длительно существующее, проще говоря. Так страшно стало? Нет, страшно бояться не нужно. Нужно просто смотреть и следить. Потому что есть облигатные предраки, а есть факультативные предраки. Факультативные предраки, они никогда не превращаются в рак и в редких случаях, да? А вот облигатные предраки, это, например, если мы возьмём желудок, это хронический атрофический гастрит с хеликобактером пилой, который сейчас, говорят, ну вот этот лечит, да? То есть у нас есть такие препараты, на которые можно провериться, да? Да, конечно. Есть аппаратура. Это видеоэндоскопия. Это ФГДС. Банальное ФГДС с гистологическим исследованием забора материала с изменённой стенки желудка или пищевода, или двенадцатиперстной кишки, и с определением хеликобактерного теста. А как вот эта процедура действует? То есть пациент должен прийти к своему лечащему врачу? Он должен прийти, первоначальный контакт должен быть через терапевта. То есть участковые терапевты или узкие специалисты, куда обратился пациент, они должны заподозрить. То есть должна быть онконастороженность у пациента и должна быть онконастороженность у доктора, который смотрит этого пациента с хроническим заболеванием. Все хронические заболевания, которые существуют у пациента, пациенты состоят на диспансерных учётах у своего участкового терапевта. То есть участковый терапевт рекомендует в рекомендациях, например, если он сделал ФГДС, например, там у него выявилось это заболевание, да, он поставлен на диспансерный учёт. И он вызывается либо раз в год, либо два раза в год, либо по состоянию. То есть когда у него, например, появился болевой синдром, какие-то боли присоединились, если мы говорим о желудке, о любой другой патологии. То есть все хронические заболевания подлежат диспансерному наблюдению у участкового терапевта. Это их основной доктор, который уже ведёт, так скажем, сортировку пациентов, ну, в кавычках, да, грубо говоря. Вот, сортировку пациентов, и которые пациенты ему не нравятся, он направляет уже мне в кабинет. У нас в округе это первичный онкологический кабинет, единственный пока на сегодняшний день. А то мало собой сидеть. Конечно, на такое количество населения и рост заболеваемости этого, конечно, мало. Но у нас здесь ещё есть что? Смотровой кабинет. На сегодняшний день открыт на неполный рабочий день мужской смотровой кабинет в окружной поликлинике. Вот. Конечно, нужно ещё открытие смотрового кабинета в заполярной поликлинике, потому что всё-таки там прикреплённое население и население посёлка Искателей, оно тоже должно проходить вот эти осмотры. Вот, поэтому, так как гинекологи, они всё-таки занимаются немножко другой работой, у них другая работа, вот. Поэтому смотровые кабинеты должны быть вот в крупных вот этих клиниках. Но на местах, в участковых больницах, этими, так скажем, действиями и свойствами обладают акушерки и фельдшера, которые должны смотреть в больницах участковых, на ФАПах. Они тоже берут онкоцитологию по женским там вещам, да? Вот. И какие-то цитологию, например, с хронической язвой, проще говоря. А весь организм ведь невозможно проверить, да? Весь организм можно проверить на наличие… Вот сейчас у нас как бы есть такая когорта, мы можем проверить человека на онкозаболевание с помощью онкомаркёров. Но онкомаркёры – это такая тема… Ряд, наверное, только, да? Нет, почему рядом? Там полностью… Там идёт… Нет, вопрос в том, что есть специфические онкомаркёры, а есть неспецифические маркёры. Они могут повышаться при любом хроническом заболевании, понимаете? Здесь нужно знать градацию, когда нужно человека полностью ещё обследовать. Но они помогают нам в плане ранней диагностики. В плане ранней диагностики за что зацепиться? Потому что это специфические белки, выделяемые либо каким-то… либо опухолью, либо хроническим каким-то заболеванием, то есть предопухолевым заболеванием, понимаете? То есть ведь сразу опухоль не образуется. На месте хронического заболевания идёт сначала дисплазия, эпителия какого-то там, да? Первая, вторая, третья степень. Вот третья степень дисплазии – это уже можно считать предопухолевое состояние. То есть вот это вот все хронические заболевания, они должны санироваться, наблюдаться и в течение какого-то времени контролироваться. Вот тогда это так называемая санация вот этого населения, мы можем поймать и мы должны поймать на первой, второй стадии заболевания. Вот тогда прогноз у нас будет благоприятный. А когда человек не может или не хочет обратиться там, да, понимаете? То есть банально может быть его беспокоит всего лишь какой-то кашель. Да. Но если этот кашель, его беспокоят в течение продолжительного времени, если этот кашель меняется, если та же самая сиплость голоса, она появилась, пропала, появилась, пропала, но она потом нарастает, это повод обратиться к своему доктору-участковому терапевту в первую очередь, или если это в сельской местности, то к фельдшеру либо доктору, и затем к лор-врачу. А лор-врач уже своими инструментами и различными видами диагностики посмотрит, заберет материал и уже с верифицированным диагнозом направит ко мне, а я уже в дальнейшем, у меня есть свой спектр и стандарт обследования перед направлением в онкодиспансер. Яков Николаевич, вам, наверное, приходится быть и психологом, ведь, наверное, тяжело выносить, да? За 17 лет работы онкологом я изначально хирург общий, поэтому изначально, да, вот, то, конечно, на первых годах было тяжело работать, и молодым специалистам, конечно, тяжело, потому что это, в общем-то, в один миг обрывается фактически вся жизнь, все планы рушатся, если тем более это третья-четвертая стадия, человек уже думает только о заболевании и как ему прожить оставшееся время, понимаете? То есть здесь идет борьба за жизнь, по сути дела. У него меняется полностью сознание. Это не просто ОРЗ и ОРВИ, это серьезное заболевание, которое, в общем-то, ведет к терминальным исходам. То есть эти вещи, они ведь люди понимают, но они все проходят стадии психологического вот этого стресса. А у нас есть психолог, который при поликлинике может оказать помощь? Психологи обычно и есть, но у нас не тонкопсихолога. Мне кажется, он нужен, да? Ну, конечно, конечно. Онкопсихолог, он нужен, но его нужно готовить из психиатров. Потому что психиатры, они знают уже вот эту всю психику, психологию, психиатрию, наркологию и прочее в том числе, да? Потому что тем более хронические заболевания иногда выявляются при употреблении, я всегда оговариваюсь и говорю, что злоупотребление суррогатами алкоголя. Алкоголь на сегодняшний день, он, ну, суррогатный, проще говоря. То есть нормальный алкоголь, чтобы найти, просто-напросто, вот, такого не бывает. Но он есть, конечно, но злоупотребление нельзя. Там есть определенные нормы, определенные вот эти все. Понятно, что происходит при употреблении алкоголя, которые крепкие, происходит ожог слизистый, начиная с пищевода, начиная с полости рта, вот. И поэтому эти вещи все, ну, они как бы, но в любом случае это все есть, оно никуда не денется. И, в общем-то, профилактика, скорее всего, наверное, да, поговорить о профилактике. Здесь можно сказать, что прежде всего человек должен самостоятельно обратить внимание на свое здоровье. Это раз. Во-вторых, он должен обязательно пройти диспансеризацию, если ему это нужно. И показано, да, потому что по годам диспансеризация, она написана всем-все, они знают, по какому году. Если кто не знает, можно уточнить у своего участкового терапевта. Они вам скажут, вызовут, нужно являться на диспансеризацию, проходить ее. Те же самые профосмотры, не просто банально пройти, прийти, отметиться и сказать, что все хорошо. Нет, нужно к своему здоровью прислушаться, в первую очередь. И посмотреть, если раньше заболевание какое-то хроническое, оно протекало вот так, период ремиссии, период обострения, а тут почему-то оно протекает не так. То есть, либо затянулось обострение, либо какая-то ремиссия непонятная, да, что-то изменилось в этом плане. Если это заболевание желудочно-кишечного тракта, то здесь характерно, возможно, самые ранние признаки – это отвращение к какому-то виду пищи. Понимаете, да? Вот такие вещи могут быть. Что может быть? Болевой синдром. Болевой синдром, он может быть либо ночные голодные боли, характерные для язвенной болезни, либо боли после еды, характерные для заболевания желудка. То есть, вот это всё. Вот характер боли меняется, меняется течение заболевания. Есть такой симптом, ранний симптом – это немотивированная общая слабость. Если человек устал, он отдохнул, встаёт и он чувствует себя неотдохнувшим, это повод обратиться к доктору. То есть, нужно что-то искать. Надсадный какой-то длительный хронический кашель. Тоже нужно что-то искать со стороны лёгких, со стороны бронхов, со стороны гортани. Осиплость голоса – это в первую очередь гортань. Ну, нужно показаться лор-врачу. У нас есть в наличии, в общем-то, все доктора узкой направленности, кроме на сегодняшний день уролога. Конечно, это наши, как скажем, на сегодняшний день пока проблемка, но я думаю, что она решаема. Вот поэтому пока уролог находится в отпуске. Вот поэтому его нет. Но эту проблему в любом случае нужно решать. Но я думаю, что это всё будет поправимо. Вот. Остальные специалисты на сегодняшний день, они есть. То есть, существуют ещё так называемые на сегодняшний день врачи общей практики. Они владеют всеми способами. Они их учили этому. Они владеют всей системой профилактики. Понимаете? То есть, нужно это всё просто делать, выполнять и, ну, работать с людьми, разговаривать. Нужно доносить информацию. И люди должны читать не ту информацию, которая у нас есть в интернете, там, народная медицина, там, прочие все вещи, понимаете. Это, так скажем, удел таких людей, которые, ну, они или не верят уже медицине, либо они разочаровались в обычной классической медицине, либо они просто хотят, ну, может найти какую-то... Понятно, что пациент, он держится за любую тростинку, да, за любую палочку-выручалочку, которая нужна в этот именно момент. Но нужно здесь подойти чётко, настроиться на лечение. Самое главное ещё это психологическое состояние и настроение пациента. Если настроя на лечение заболевания нет, всё плохо. Потому что есть, существует три. Есть врач, болезнь и больной. Если нас двое, мы болезнь победим. Если вас двое, я вас не могу победить, понимаете. То есть вот такая здесь, так скажем, априора. Но это нужно знать, нужно делать, это нужно всё равно. Да, это тяжело, да, это долго, но это всё делается, и это всё можно сделать. А в вашей практике были случаи исцеления больного на третьей, допустим, стадии? Есть такие? Ну, не то чтобы исцеление больного, просто продолжительность жизни и, так скажем, риск рецидива, он намного меньше, если человек наблюдается. То есть если ему сказано, что, например, у нас в онкологии есть такое правило. Это первый год пациент после излечения даже наблюдается раз в три месяца. Раз в три месяца. То есть раз в квартал он должен пройти те виды обследования по данной локализации. И есть рецидив, нет рецидива. Всё хорошо и всё ладно, слава богу. Второй год – это раз в полгода. Неважно, есть рецидив или нет рецидива. И потом раз в год и по необходимости. То есть всё зависит от того, есть рецидив онкозаболевания или его нет. Люди стоят пожизненно на онкоучётах более 20 лет. А среди заболевших есть дети? Да, конечно. Среди заболевших дети – это в основном идёт врождённые нефробластомы и онкогематология. Эти дети, они находятся у меня на учёте в кабинете, но их выявляемостью и лечением вот таких коррекций заболеваний, уже в каких-то послеоперационном периоде, после химиотерапии занимаются педиатры. Потому что это детский возраст до 18 лет включительно. То есть они потом могут вернуться к нормальной, полноценной жизни, да? Да, конечно. Альяков Николаевич, хочу ещё раз, чтобы вы напомнили нашим зрителям, какой нужно вести образ жизни. Я думаю, это тоже немаловажно. Ну да, образ жизни здесь, про образ жизни говорят очень много и, в общем-то, как и всегда, да, но это прежде всего, это здоровый образ жизни. В чём он состоит? Я всё-таки не могу ведь человеку приказать или как-то так. Я рекомендую, да, наша задача рекомендовать пациенту, а он сам для себя выбирает. Прежде всего, это не курить. Бывает курение пассивное, бывает активное. Если вы курите сами, пожалуйста, не, так скажем, не подвергайте риску пассивного курения своих близких, своих друзей, своих родственников. Просто выйдите на балкон, покурите там ещё где-то, я не знаю, где можно разрешено или где-то вот так, чтобы в квартире не пахло этим. Потому что дым, он оседает, и эти все вот ненужные вещества, они, так скажем, ну, пропахнет весь дом, по сути дела, особенно у курильщиков злостных, да, так скажем, кто дома курит. И это же нехорошо есть. И те, кто живёт с ним, они вдыхают этот дым. И пассивное курение, оно хуже, чем активное курение. Вот. Злоупотребление алкоголем, ещё раз говорю, с суррогатами, да. То есть употребление более качественного алкоголя и в минимальных дозах. Вот это самое главное для тех, кто... И пить алкоголь не очень крепкий. Потому что, ну, сейчас вроде как водку стали не 42 градуса, не 40, а 38-37, да. То есть уже на 2-3 градуса она идёт меньше. Вот. Дальше. Не есть слишком холодного и слишком горячего. Потому что это тоже обжигает слизистую рта, пищевода, желудка. То есть есть нужно примерно комнатной температуры чуть погорячее, да. Потом что? В диете должно присутствовать, особенно у нас на Крайнем Севере, чем мы, так скажем, грешим, 60-70% фруктов и овощей как-то распределить, да, поменять свой рацион. И цельнозерновые крупы. Вот. И 30-40% это рыба, мясо, ну и другие мясные продукты, да. Но они должны быть нормальные, естественные, а не обработанные. То есть всё-таки употребление большого количества обработанной мясной пищи и рыбной, оно тоже негативно, так скажем, влияет на заболеваемость и на те заболевания, не только злокачественные заболевания, но и хронические заболевания обостряет при, так скажем, употреблении вот этих продуктов. Это мясо, колбасы и прочее, обработанные вот этими. Они содержат в любом случае консерванты и любые вещества, которые вредно действуют на слизистую желудочно-кишечного тракта. Яков Николаевич, спасибо. Хотела завершение нашей беседы, чтобы вы ещё раз обратили внимание телезрителей, куда может он обратиться, если хочет проверить себя на наличие предрасположенности к онкозаболеваниям. На наличие предрасположенности к онкозаболеваниям прежде всего нужно хотя бы день в году выделить для себя, для своего здоровья, подумать, полистать свою карту, посмотреть свои анализы, обратиться прежде всего к участковому терапевту. Они все владеют так называемой онконостороженностью. То есть если вас что-то беспокоит, вы должны чётко, конкретно сформулировать, что вас беспокоит на сегодняшний день. Понятно, что не все люди медицинские работники, они не могут сформулировать, но они должны просто чётко прийти и сказать, что меня беспокоит. Какие-то жалобы? Вот. Я заболел тогда-то, значит, хочу провериться на онкозаболевание, предрасположенность к онкозаболеваниям. Это не нужно знать, что завтра вот все взяли и побежали, это будет целая поликлиника, и мы не сможем физически просто принять их, да. Нужно просто запланировать свой поход к доктору. Вот. Если это не экстренная ситуация. Вот. И поговорив с доктором, выясните, какие всё-таки есть у меня риски онкозаболеваний или хронических заболеваний, какие у меня есть хронические заболевания. И, в общем-то, планово пройти тот спектр обследований, которые можно пройти у нас. Вот. У нас здесь на сегодняшний день можно пройти всё, кроме МРТ. То есть эти вещи, они, ну, нормально в этом плане. То есть, да, понятно, что КТ, оно даже хорошее исследование, но оно при некоторых заболеваниях оно не даёт той картины, которая даёт МРТ. То есть существуют определённые показания к тем или иным видам исследований. То есть вот так. Яков Николаевич, дадим надежду нашим телезрителям, скажем ещё раз, что рак – это всё-таки не приговор, да, и большой процент есть излечившихся. На сегодняшний день, если все говорят, где бы вы хотели жить и в каком веке, да, то я хотел бы жить в настоящее время. Потому что на сегодняшний день медицина, несмотря ни на что, она развивается. Новые методы лечения, новые методы диагностики, они развиваются и не стоят на месте. И, в общем-то, есть шанс, может быть, и не у нас, но у будущего поколения есть шанс излечиться от этих онкозаболеваний. Поэтому рак, ещё раз мы говорим, это не приговор. В любом случае нужно обращаться как можно в более ранние сроки, не бояться, что даже если вам поставят диагноз, нужно побороть себя, закалить свой характер, настроиться на лечение и больше позитива и настроения на выздоровление. Спасибо вам большое за интересную информационную беседу. Будем рады вас видеть в студии вновь. Всего доброго. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был врач-онколог Ниньской окружной больницы Яков Харитонов. Говорили мы о профилактике онкозаболеваний. Будьте здоровы! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова